Христос в воскресе! Дорогие друзья, на библейском портале Экзигет продолжаем с вами размышлять над содержанием воскресных евангельских чтений. Напомню, что на всеночном дении читаются периодически, повторяются 11 воскресных евангелий. Сегодня поговорим о втором воскресном евангельском чтении. Это глава 16 из благовествования святого евангелиста Марка. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущимся и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Блаженный Феофилакт Охридский в своем замечательном толковании на Евангелие от Марка обращает внимание, что воскреснув, прочитав эти слова, надо мысленно остановиться. Воскреснув, остановись, а потом читай, рано в первый день недели Иисус явился Марии Магдалине, ибо тот момент, само мгновение, когда Господь воскрес, осталось вне поля зрения кого бы то либо из людей. Никто не видел, когда Он воскрес, но явился рано в первый день воскресный. Явился как раз Мария Магдалина, из которой изгнал семь бесов. Ну, в Священном Писании достаточно часто упоминается слово «семь» как некий символ некой полноты. Здесь имеется в виду не буквальное, допустим, понимание, что именно семь бесов, а именно семь как некое множество. То есть, противоположность семи дарам Духа Святого, пишет блаженный Феофилак Тухридский, семь пороков и семь демонов, которые были, скажем так, вдохновителями на порочную жизнь святой Марии Магдалины до ее исцеления. После этого явился иным образом двум из них на дороге, когда они шли в селение. Об этих двоих пишет святой евангелист Лука в 24 главе. Это содержание еще одного воскресного Евангелия о том, как они не узнали сначала Спасителя, но потом по горению Духа говорили друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда неузнанный им незнакомец шел вместе с ними и говорил им о всем том, что предстояло Господом. То есть, его страдание, его смерть и его воскресение. «И те возвестили прочим, но и им не поверили». Когда святой евангелист Лука говорит, что не поверили, то здесь имеется в виду, не поверили не одиннадцать, а всем прочим, потому что Лука и Клеопа, эти двое, шествующих в Имаус, говорили всем остальным людям, и им не поверили. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Имени Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова под следствующими знамениями. Аминь. Так заканчивает свое благоуставание святой евангелист Марк. Блаженный Феофилакто Охридский в этом повествовании вот еще на что обращает наше внимание, дорогие друзья. Что Господь говорит, проповедуйте всей твари. То есть проповедуйте не только послушным. То есть не только тем, кто захочет слушать, захочет принять. А проповедуйте всем. То есть будут ли слушать или нет. То есть благовествуйте эту радостную весть о пришествии в мир Спасителя, Сына Божия, который пришел на землю, чтобы разрушить дела дьявола. Вспомним другое изречение уже из святого евангелиста Иоанна Богослова, который говорит, для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И поэтому заповедь проповедовать всей твари. Кто будет веровать и креститься, то есть просто веровать и говорить, вот я верю в Бога, а никак своей жизни свою веру не проявляет, этого недостаточно. Кто будет веровать и креститься. Ибо, как говорит блаженный Феофилакто Охридский, кто уверовал, но не крестился, а остается еще оглашенным, тот еще не спасен. Верующих будут сопровождать знамения. То есть благовестие будет совершаться совершенно явными очевидными знамениями, которые будут очевидны для любого. Именно какие знамения? Изгнание злых духов, глаголание новыми языками, взаимание змей, то есть истребление змей, и чувственных, и мысленных. Как в другом месте сказано, даю вам власть наступать на змей и скорпионов. Очевидно, что мысленных. Именно так толкует блаженный Феофилакто Охридский, подразумевая подмысленными змеями именно страсти. То есть будет дана власть препобеждать страсти. Если что смертоносно и выпьют, не повредит им. Это случалось много раз, как находим в повествованиях и во множестве житий святых. Ибо многие, выпивая яд силой крестного знамени, сохранялись невредимыми. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесной Бога. Они пошли и проповедовали всюду при Господнем содействии и подкреплении слова последствующими знамени. Блаженный Феофилакт обращает наше внимание вот на что. Что сначала необходимо человеческое действие, а потом уже мы надеемся на божественное содействие. Господь может все, но Господь ждет от человека его производение, чтобы человек сначала сам полюбил Бога, уверовал, сам начал что-то действовать, делать что-то для спасения души. И в данном случае, когда речь идет о благовестии, чтобы сами начали проповедовать, начали благовествовать. И тогда Господь содействует своей благодатной силой. Бог содействует нам тогда, когда мы действуем и полагаем начало. А не тогда, когда мы не действуем. Заметьте то, что за словами следуют дела. Слово утверждается делами. Как и у апостолов тогда слово утверждали следующие знамения и чудеса. О, если бы, заканчивает свое толкование, блаженный Феофилакт, если бы Христе слове и наши слова, которые мы говорим о добродетели, утверждались делами и поступками. Так, чтобы мы совершенными предстали Тебе и содействующую нам во всех делах и словах. Ибо Тебе подобает слава и в словах и делах. Аминь. Вот такое краткое, но очень емкое толкование блаженного Феофилакта Охридского на Воскресной Евангелии хотелось предложить вашему вниманию, дорогие друзья. Любите Священное Писание, читайте, проникайте мысли в его глубину и благовествуйте другим, следуя заповеди Спасителя, проповедуйте всей твари. Потому что эта заповедь о благовестии относится не только к апостолам, об этом говорят все святые отцы церкви, но она относится ко всем христианам, всем просвещенным Таинственным Крещением. Надо благовествовать, используя любую возможность, и, конечно, в первую очередь, это уже касается нас, современных христиан, благовествовать примером собственной жизни. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.